Провести режим самоизоляции на свежем воздухе и встретить День Победы на любимой даче. О таком, казалось бы, житейском мечтал ветеран Владимир Рябов. О том, что самому переехать в загородный дом ему невозможно, он рассказал в ходе дистанционной встречи Владимира Ружицкого с населением. И глава округа выполнил свое обещание. Вокруг теплицы у меня зелень растет. Петрушка, укроп, чендерей, потом другие травы. Оттуда, ближе к дому, морковь, салаты разные. Владимир Максимович готовится пожинать плоды. С удовольствием делится со съемочной группой своими огородными успехами. Дача для ветерана. Лишь отчасти отдых. Мужчина любит трудиться. Оттого и урожай в семье Рябовых будет большой. Во всем 93-летнему главе семьи помогает жена. С Таисией Федоровной они уже отметили бриллиантовую свадьбу. Прожили мы с мужем длинную хорошую жизнь. Воспитали двоих детей. Потому что хорошо жили. Он очень был самостоятельный, внимательный и очень умный. Главное в семье, конечно, чтобы хорошо муж и жена понимали друг друга. Ну и, конечно, любили. И уважение такое было, чтобы всегда. И помощь, внимание и помощь. Как за каменной стеной. Так уже более 60 лет Таисия Федоровна чувствует себя рядом с мужем. Все эти годы помогала Владимиру Максимовичу постигать тернистый авиационный путь. До 56-го года он служил военным летчиком, оставив звание подполковника. Трудился в гражданской авиации. А посвятить себя окончательной бесповоротной испытанию самолетов Владимир Рябов решил в военные годы, будучи студентом. Потом нас направили на Западный фронт, как практические занятия. Я прошел от Львовской до Ивано-Франковской области. От 8 областей в Украине прошел. Бендер мы там вылавливали. Кто сдавался, мы брали в плен. Кто сопротивлялся, на убой по приказу Сталина. Сейчас, когда война давно позади, а новый враг опасная инфекция, любителю полетов и постоянного труда, было невыносимо находиться дома. Владимир Рябов не постеснялся попросить люберецкие власти о помощи в переезде. На просьбу ветерана, прозвучавшую во время дистанционной встречи с населением, глава округа откликнулся сразу. Волонтеры сопровождали семью Рябовых от самого дома и до пункта назначения. Помогли перевезти все самое необходимое. Купили рассаду для огорода. Очень доволен и рад, что День Победы, 75-ю годовщину, я буду отмечать на даче. Владимир Максимович отметит День Победы в кругу семьи. Единственное, что печалит сегодня ветерана, так то, что боевых товарищей в главный праздник страны не будет рядом. К сожалению, так сложилась ситуация сегодня. Но все ветераны должны иметь возможность выехать к себе на дачу или в загородный дом. Об этом ранее заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Анна Троян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ.